Немецкие мотоциклы являются таким же символом Блескрига, как и пикировщики Ю-87, танки Панцеркомфлаген-3 и Панцеркомфлаген-4. В начале Второй мировой войны в моторизованных частях вермахта немецкие мотоциклетные подразделения играли значительную роль. Разведка, преследование отступающего противника, перекрытие путей отступления. Мотоциклетные подразделения вермахта хорошо зарекомендовали себя во время войны в Европе, но в России немецкие мотоциклисты столкнулись со значительными трудностями. Ими стали суровые погодные условия, а также значительные потери в технике и личном составе. Можно сказать, что уже к 1943 году слава байкеров вермахта изрядно потускнела, и количество мотоциклов в сухопутных войсках сократилось в разы. При этом стоит отметить, что в нацистской Германии выпускались лучшие в мире на тот период мотоциклы с коляской, знаменитые BMW R-75 и Цундап КС-750. Это были великолепные для своего времени машин. Для повышения проходимости мотоциклы получили привод на колесо-коляски, дифференциал с возможностью блокировки, коробку скоростей с передачей заднего хода. BMW R-75 оснащался гидравлическими тормозами на заднее колесо, телескопической гидравлической вилкой переднего колеса, демультипликатором. Выпуск этих мотоциклов начался летом 1941 года. Машины действительно получились великолепными и обладали прекрасной проходимостью. Вот только одно «но». Они оказались очень дорогими в производстве. Стоимость одного мотоцикла BMW R-75 или Цундап КС-75 равнялась примерно стоимости трех армейских легковых автомобилей Кубельвагена. И если накануне Блицкрига немцы считали это допустимым, то впоследствии это решение было пересмотрено. Война затягивалась, и экономика Третьего Рейха работала на пределе своих возможностей. Поэтому трудно не согласиться, что три легковых армейских автомобиля выглядят гораздо предпочтительнее, чем один, пусть и великолепный, мотоцикл. Тем более, что мотоциклы, в связи с изменившимся характером ведения боевых действий, значительно утратили свои позиции. В 1944 году производство BMW R-75 и Цундап КС-750 было прекращено. За этот период удалось выпустить 18635 мотоциклов модели КС-750 и 16500 мотоциклов BMW R-75. На многих мотоциклах BMW R-75 можно было заметить одну интересную особенность. На топливном баке вместо инструментального ящика был закреплен непонятный предмет, вызывающий аналогию с армейской каской или кастрюлей. Что это за девайс и для каких целей он служил? Все дело в том, что BMW R-75 обладал одним из уникальных новшеств – оригинальной воздухозаборной системы двигателя. Изначально фильтр воздухозаборника находился под топливным баком, над коробкой передач. При эксплуатации мотоцикла в пустыне выяснилось, что пыль, вылетавшая из-под переднего колеса, очень быстро забивала воздушный фильтр. Поэтому была сделана модификация мотоцикла. Через топливный бак были пропущены трубы магистрали воздухозаборной системы двигателя, а сам войлочный воздушный фильтр, прикрытый крышкой, напоминающий кастрюлю, разместили на баке. Это позволило в разы снизить нагрузку на воздухоочистительную систему двигателя, а также значительно упростить обслуживание воздушного фильтра. Если не ошибаюсь, подобная модификация получила неофициальное название «Сахара», а сам мотоцикл, благодаря воздушному фильтру на баке, получил такую характерную отличительную особенность. А у меня на этом все. Спасибо всем, кто досмотрел видео до конца. Оцените его лайком или дизлайком. Обязательно оставьте свой комментарий, мне очень важно ваше мнение. И не забудьте, конечно, подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Надеюсь, что в будущем я вас не разочарую. Субтитры создавал DimaTorzok